Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы продолжаем серию передач, которая называется «Гость в студии». И я с удовольствием представляю участников нашей сегодняшней программы. У нас в гостях Ксения Мукеева, председатель региональной общественной организации Республики Алтай, Клуб собаководов «Альфа» и Александра Исаева, кинолог и активист этого же самого клуба «Альфа». Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Я, в общем, мы как бы договаривались, да, что есть традиция. Те участники программы, которые к нам приходят впервые, рассказывают очень коротко, рассказывают о себе. Пожалуйста, Ксения. Ну, зовут меня Ксения, как вы уже все поняли. Я вообще родом из города Тобольска, Тюменской области. Замешательный город, я там бывал. Да, исторический город очень красивый, хороший. Ну, сюда попала как? Училась в Омском ветеринарном институте, ОМГАО. Познакомилась там с будущим супругом. Ну, в общем, так сложилось, что я теперь здесь живу. А сюда я переехала 6 лет назад, уже 6 прошло, да. Когда я сюда приехала, увидела, что здесь есть собаки, но нет никакой организации, кто бы занимался дрессировкой или там еще чем-то. Я вот слышала, что Саша есть, да, но как-то тогда издалека и как бы, ну, как такового клуба я не нашла. Вот, и, в общем-то, тут с помощью людей, которые вот в других городах уже есть клубы убийские, вот, они мне помогли там с документацией, вот, и, собственно, я оформила здесь вот клуб в декабре 2010 года, то есть уже 6 лет, вот, но деятельность свою, так, вот, скажем, активную начала уже только, вот, ну, года 3, наверное, я вот так вот работаю активно, так скажем, хотя можно еще активнее, вот. Ну, все впереди. И на данный момент, значит, вот существует у нас такая организация, клуб собаководства Альфа, вот. Ну, в принципе, вот если кратенько, то пока все. Хорошо. Александра, пожалуйста. Ну, я жила и живу в республике Алтай, республика, мой дом родной, да, очень давно занимаюсь с собаками. Также дрессирую собак, видит врач по образованию, ну, и еще хобби мое, хобби или работа, не знаю, что лучше, что больше, грумер я. То есть стригу собачек и кошек привожу, делаю красоту. Красота. Замечательно. Ну, уважаемые телезрители, Вы уже наверняка поняли, что говорить мы сегодня будем о собаках и о серьезном отношении вот к такому явлению, как собака. Давайте мы более подробно все-таки поговорим о Вашем клубе. Цели, задачи, для чего Вы его создавали и чем Вы занимаетесь в этом клубе? Ну, вот цели, что тут можно сказать? Естественно, клубы для чего образуются? Для того, чтобы объединить людей с общими интересами, да, вот у меня есть собака, у Саши есть, там, еще у моих соседей, вот. Мы встречаемся, допустим, каждые выходные на площадке, мы занимаемся дрессировкой непосредственно, плюс к этому мы получаем от этого огромный кайф. Потому что это наши, да, собаки общаются между собой, мы общаемся тоже между собой, делимся какими-то там своими впечатлениями, опытами. Ну, и собаки, естественно, от этого в восторге. Когда рада моя собака, то есть, ну, я тоже счастлива, то есть, для чего я, собственно, ее и завела. Вот, ну, в основной, основная цель это какая? Конечно, донести до людей, что собаку, в принципе, можно дрессировать, то есть, это существо обучаемое, с ним очень интересно, да, его нужно, вот, чтобы жить комфортно с ним в одном доме, да. То есть, дрессировки они бывают тоже, конечно, разные там, кому-то для себя просто, чтобы там рядом ко мне подходило, кому-то там люди идут дальше, то есть, там, это спорт, это вообще круто, там, медали, соревнования, вот. Вот, поэтому каждый здесь находит свое, кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то остается, и вот у нас есть такой, так скажем, костяк, да, и вот мы вот им держимся, ездим там на соревнования, еще куда-то. На выставки. Да, да, выставки, вот, есть люди, которые, да, пришли, ну, что-то не ихнее, то есть, как-то, ну, тут работать надо, то есть, привели собаку, подумали, что, ага, я тут, я сейчас ее оставлю на один, на пару дней, да, она уйдет у меня отсюда умная, и я буду с ней жить хорошо, нет, это работа. То есть, здесь нужно очень много вложить, чтобы что-то получить, так скажем, то есть, вот. И вложить, судя по всему, не денег, а собственного труда. Вот, работа, то есть, вот, вы приходите, да, за что я борюсь уже, как бы, вот эти пять лет, почему я создала именно клуб, потому что хочу, чтобы человек приходил туда, и я, получается, работаю, грубо говоря, не собак учу, а обучаю людей тому, как работать нужно с собакой, как ее воспитывать, как кормить, и все, от и до, начиная от породы, заканчивая, там, щенками, вот. То есть, ну, вот это вот основная цель, то есть, вы что-то хотите узнать про собаку, приходите, все объясним, и от дрессировки, и покормления, и все остальное. Получается, все-таки, уже солидная история у клуба, активные работы, там, три, ну, пять лет, да? Ну, три года, да. Какие-то достижения уже есть? Вы же наверняка тоже принимаете участие в соревнованиях, там, не знаю, выставки, что проводится? Да, вот, достижения как? Вот, это, естественно, касается тех людей, вот, которые именно в костяке находятся. Те, кто пришли подрессироваться, да, они пришли, как бы, там, походили какое-то время, ушли, потом периодически появляются, там, о, привет, пока. Вот, вот, то, что касается нашего костяка, мы, все, что вот в нашем сибирском регионе проходит, мы стараемся не пропускать. То есть, это и по дрессировке, вот, конкретно по послушанию соревнования, там, вот, вот это лето, вот, я завела себе, как бы, молодую собаку, теперь вот я вообще ничего не пропускаю, вот, соревнования, да, соревнования, вот, поездовому спорту, то есть, ну, как бы, в принципе, если ты хочешь найти что-то интересное для себя, то ты их найдешь. В принципе, в других городах это все проводится. В наших, в нашем районе, вот, ну, в нашей республике еще, как бы, маловато таких, так скажем, событий, ну, мы отмечаем регулярно День кинолога, стараемся, по крайней мере, отмечать, вот, ежегодно, это наша традиция. Да, так, когда это? 21 июня, вот, мы проводим обычно на АЗВТ, вот здесь вот у нас, на стадионечке. Сельхоз колледж? Да, сельхоз колледж. Затем, что у нас еще? Вот, на Масленице у нас уже не первый год мы выступили, ну, то есть, не Масленице, но, какие-то массовые мероприятия, которые проводятся на сценах, вот, в Майме, в городе, вот, ну, в основном пока в Майме, потому что там все-таки попроще, мы еще стесняемся, вот, на сцену под музыку, то есть, собаки это тоже чувствуют, естественно, то есть, чтобы пойти на сцену самому, это как-то полбеды, а вот с собакой это уже тут целая работа, опять-таки, вот, ну, потихонечку выходим в массы, то есть, мы, как бы, хотим показать, что вот с собакой можно делать то-то и то-то, вот, отдельная тема, это цирковая дрессировка, вообще отдельная тема, это, да, любая дрессировка, это отдельная тема, вот, поэтому, как бы, ну, о планах на будущее, наверное, тоже попозже. Вот, ну, вот, ну, вот, из истории клуба какие-то яркие, можете привести уже такие страницы, вспомнить, прям, вот? Еще мы участвовали в благотворительных акциях, ну, я, вот, лично, там, еще несколько, вот, из Костяка, опять-таки, народа ездили в другие города, в Биск, в Барнаул, на благотворительные акции, вот, опять-таки, фото с собаками, то есть, за, там, небольшую стоимость с собакой, то есть, ваша собака выступает как фотомодель, то есть, там, к ней подходят другие люди, с ней фотографируются, за это платят небольшую денежку, это денежка идет, допустим, в пользу, там, ну, смотря кому на что они собирают, то есть, там, либо на бездомных животных, как у нас, вот, в Биске проводится, у нас, вот, в осенью проводилась эта акция, вот, либо, там, какому-то ребеночку собирают, что-то у него проблемы с финансами, вот, ну, то есть, вот, такие вот у нас есть моменты, такие яркие, так скажем. Образовался костяк, на выставку ездили. Да, на выставку, то есть, пока у нас, вот, пока еще помолчу, нет выставок в Республике Алтай, да, мы ездим в другие города, то есть, опять, вот этот костяк у нас собирается, в основном, в Биск мы ездим, и там уже своя команда, то есть, ага, вот он, Гурн-Алтайск, там, мы уже держимся все вместе, то есть, тоже считается ярким событием. Вы несколько раз используете слово костяк, сколько у вас участников в клубе? Можно назвать всего, если можно назвать, и вот, сколько активных таких участников? Участники, вот, если считать все, кто побывал, да, ну, я вот сейчас не пересчитаю. Плюс-минус? Плюс-минус, ну, я не знаю, может быть, человек 30, наверное, ну, смотря, зачем они приходят, то есть, работа клуба... Несколько десятков человек, да, 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 да. А активных? Каким-то образом они были, вот, активных. У нас, смотрите, на выставку, все же поопределяют, кто-то на выставку едет, да? Есть какие-то выставочники, есть соревновательники, так как их называют, те, которые на соревнованиях учатся постоянно. Ну, вот, я знаю, что у вас есть видео с одного из вот таких мероприятий, где вы уже... Маслица. Да, пытались, может быть, мы посмотрим и покажем зрителям, потом продолжим, хорошо? Да, дальше. Хорошо. Итак, смотрим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! случае собаку или отдают оба кому нацепили куда-то да или просто выбрасывают то есть это большая 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 трагедия ну и вот тогда ваши рекомендации тем людям которые все-таки несмотря на вашего такое предупреждение готовы взять собачку самое главное мало посмотреть по картинке мало посмотреть в интернете какая-то красивая собачка лучше побывать на выставке подходить ни к одному не к двум заводчикам которые разводят именно эту породу посмотреть уход за шерстью какой какой характер у собаки какие предпочтения скажем та же самая разрекламированная так хаски паром вот сейчас прямо у нас хит сезона хаски с голубыми глазами это реально крутая собака это очень красивая собака но чтобы содержать ее надо очень очень много времени посвятить ей это издавая собака требует очень много внимания очень много у нее всплеск ее рабочих качеств если нужно с собакой бегать заниматься так далее в основном люди берут в лучшем случае в вольер в худшем случае берут в квартиру собачка сгрызает все все что можно она неуправляема она тащит она не лает она воет соседи сходят с ума в итоге люди нам звонят и просят пожалуйста пристройте куда-нибудь хотя бы за минимальную день хотя нет ладно просто так пристроить куда-нибудь собачку мы не знаем что с ним делать это реально трагедия собаки собака не виновата виноват человек который недостаточно или перетонил свои возможности или не надо недостаточно узнал об этой породе собакой с любой собакой нужно заниматься по ее предназначению то есть хаски ездовая с ней нужно или бегать или какие-то спорт на велике ездить с ней скажем самки специально делать как называется до нарты вот если это немецкая овчарка тоже беговая собака спортивная служебность не надо мозги загружать то есть она великолепно дрессируется но если ее не дрессировать это реально тиран если это кабель полный сил да это реально тиран для семьи то есть там где маленькие дети это реально большая проблема итог опять же собачку куда-нибудь сплавляет бабушкам дедушкам или незнакомым людям на цепи так что это это очень большая ответственность почему мы это говорим это реально наболевшая тема у нас реально наболевшие с этим сталкиваетесь учились было много случаев когда к нам вот мне лично звонили люди мы знаем что вы собачек дрессируете возьмите собачку себе она не нужна она сразу словно на все будет просто возьмите у себе мне на зачем как бы вы зачем брали собаку вот и как бы это реально трагедия так что ваши рекомендации куда человек может обратиться если вдруг вот действительно ответственно постарается человек подойти к такому вопросу вот саша уже сказала что лучше вот собрать все сведения интернет сейчас великая штука там есть все да то есть прочитать сначала сложно определиться если такое желание возникло какая собака вам подойдет для тут еще у кроме породы да вот мы прочитали в интернете пород такая то есть то-то делает то-то вот потом в живую желательно пообщаться с представителями этой породы то есть если в нашем городе не картинку конечно в живую то есть вот потрогать какая она там какая она вообще вот по характеру вообще вот какая там злобная там добрая какая вот она вот в нашем городе в принципе уже достаточно много пород завели сейчас да хоть там не так уж много как в других городах но тем не менее есть выбор вот если нет в нашем городе пожалуйста есть выставки вот в биске самая ближайшая выставка тоже едет как бы много народу там высота я абсолютно обыватель я ничего не понимаю в этом смысле и в этом деле выставка она как постоянно действующая или она проходит как тот периодически сертифицированную выставку нет права проводить клубы вот такие же общественные организации допустим как наш куб вот там есть условия то есть это система rkf российской технологической федерации все вот наши клубы которые зарегистрированы в этой системе они имеют право проводить выставки там есть определенные условия не буду углубляться вам это не надо вот и раз или два в год клуб имеет право проводить я за говорю почему Допустим, по вашей рекомендации человек принял решение, да, я поеду в БИСК. Когда? То есть это же не каждый день, да? Существует график этих выставок, он есть в интернете. Если у кого-то какие-то вопросы, можно позвонить мне, допустим, я этому объясню. Давайте мы тоже какие-то координаты, мы их в финале передачки еще повторим. То есть куда человек может обратиться, если вот такое желание у него возникло? Вы наверняка, где вы встречаетесь, куда можно прийти? На данный момент у нас существует площадка, пока она есть. Например, так, в Майме, в районе 49-го училища, большинство, наверное, все-таки уже слышали каким-то образом. Это практически на выезде, ну, все местные знаете, да, вот как Майма заканчивается. 50 лет победы там улица такая есть, район училища 49-го. То есть это выехали из Маймы и с левой стороны? Да, с левой стороны, ага, там, где биотехнологии теперь завод новый, недалеко оттуда. Там вы бываете когда? Там мы встречаемся физически. В основном зимой мы бываем там по выходным. То есть суббота и воскресенье. Единственное, что когда мы куда-то убегаем на какие-то соревнования, там, еще что-то, у нас там не бывает. Поэтому всем, как бы вновь пришедшим, я советую сначала созваниваться. А вообще так в субботу в 11, каждую субботу в 11. В субботу в 11. Телефон, куда можно звонить? Могу продиктовать. Да, давайте. 8-923-666-93-78. Это мой телефон. Ну, это, конечно... Быстро продиктовал. Нет, я не об этом. Все-таки личный телефон могут замучить звонками, но это ваше право. Значит, вот рекомендация получается, что прежде чем принять такое решение, все-таки пообщаться с людьми, которые имеют в этом... А лучше пообщаться с этой собакой, даже представителем этой породы. И вот я бы хотел еще вот о чем поговорить. Ну, традиционно считается, что вот собаку дрессируют, да? Но можно ли к этому существу применять выражение воспитания? Да, конечно. То есть собаку нужно не только дрессировать, но и воспитывать. Что это такое? Изначально, когда собачка появляется в доме, то есть 2 месяца плюс-минус, сразу начинается воспитание собаки. То есть ее место определенное, она ест по определенному графику, да? Выгуливает по определенному графику ее, да? Какое-то отношение к детям она должна правильно себя вести. То есть человек, когда берет собаку, он должен все это прочитать, у заводчиков спросить, проконсультироваться со всеми, с кем возможно это делать, да? Вот. Это воспитание. То есть иногда, не иногда, процентов 80 нам приводят собак, которые вообще неуправляемые. То есть когда им 7, 8, 9 месяцев, когда гаргонально... Я ничего не понимаю. Когда гормональный у них взрыв, то есть как у детей в 12-14 лет, да, взросление идет, самый такой период становления. Собака вообще неуправляемая. И человек говорит, сделайте, пожалуйста, чтобы она хоть, хотя бы команду ко мне, хотя бы хоть, самая элементарная, поняла. Она говорит, такая дура, на самом деле она не дура, она просто не умеет, ей не дали понять, как нужно... У нее не было правил, не было правил, не было ограничений. И она живет по своей фаре. Была просто любовь, без сброса энергетики ее, то есть она не может выбегаться, она не может какие-то свои потребности решить, да? У нее нет графика. Нет графика, да. По сути, жизнь должна быть по графику. Ее просто себе полюбит, так же, как ребенка, но ничего при этом с нее не требует. Только ругает, и собака не всегда понимает, далеко не всегда понимает, за что она получает, скажем. Там выговорок, мягко говоря, где-то выговорок, где-то и пожестче, да? Вот, и вот проблема... И приходится там нисколько, порой, дрессировка, порой человеку дрессировка не нужна, в принципе, ему просто нужно воспитание, как правильно. Сделать так, чтобы собачка шла по городу, не тащила тебя, не кинулась никуда, да? Вела себя адекватно в обществе, чтобы, опять же, на нас потом не говорили, что вот, у вас клуб есть собаководца, а люди ничего не... собаки ничего не понимают, не умеют вести себя, вообще не ходить, здесь по улицам, как бы запретов, ряд запретов создают нам. То есть это реальная проблема. То есть это не дело одного дня, и даже вот обычно люди приходят, а сколько мне понадобится занятий, чтобы моя собака начала что-то понимать? Ну, ребят, это зависит от вас. То есть вот я вам сейчас расскажу... Я просто говорю, что это надо делать постоянно и регулярно. Конечно, вот если брать щенка маленького, да, то в основном, чтобы собака была удобная для жизни, вот мне, допустим, требуется год-полтора. Ну, не то, что, значит, я там, она у меня ничего не понимает, вот ей каждый день одно и то же объясняю. То есть мы каждый день, допустим, сегодня этим позанимаемся, это как школа. Вот ребенок же заканчивает школу в течение 11 лет, да, и становится вот образованным, ну, среднее наше образование. И здесь то же самое. То есть вот по истечению вот этого времени, в год-полтора, собака будет уже адекватной, если вы все это время занимаетесь, не пропуская ни дня. Ни самотек. Да, то есть не так, что так, в этом месяце я вот в среду позанимался, в следующем месяце я в четверг позанимаюсь. Нет, тут нужно каждый день по чуть-чуть, как школа. Есть домашнее задание, вот вы приходите на площадку, мы вам объяснили, уходите домой, отрабатываете. Да, приходите, ага, я сразу вижу, эти занимались, эти нифига не делали. То есть мы стоим на месте. То есть это все зависит от людей. Собаку не обманешь, по собаке не можно сказать, занимался человек или не занимался. То есть это та же школа. То есть вы потратите сначала вот эти полтора года, но зато всю оставшуюся жизнь, там 10-15 лет сколько живет собака, вы будете получать удовольствие. Удовольствие, а не так, что мы в 9 месяцев прибежали, у нас что-то собака вот совсем дурная, вот ничего не понимает. Даже в этом времени еще можно изменить положение в лучшую сторону, будет сложнее, потому что собака уже взрослая, у нее не было рамок, она не знает, ага, я туда, я сюда. Можно усмирить, но потребуется больше времени и больше настойчивости. Редко кто уживает. То есть основная вот, как бы так скажем, оптимальная вот ситуация, это вот вы взяли щенка с первого дня и понеслись потихонечку. Сначала то, потом вот это, сначала по щеняче, по-детски приятно, да, потом уже более взрослая дрессировка. Тогда уже вот точно к полутора годам вы уже сто, там уже только будете натачивать какие-то мастерства, да, там спорт пошли, ага, туда удались. То есть уже это все проще. Должен сказать, что у нас практически не осталось времени, мы хотели поговорить о дрессировке, да, мы хотели поговорить о документах на собачку. Ну, это буквально пару слов. И хотели говорить и о планах на будущее, поэтому вот сами что решаете, две минутки наше. Какая дрессировка. По документам парочку слов скажу. Просто покупая собаку с документами, покупая люди, да, в основном не знают, куда обратиться с этими документами. Вот я как бы предлагаю весь спектр услуг, пожалуйста, по документам объясню все, что вам интересно. То есть для того, чтобы там, допустим, ваши щенки, точнее, щенки от вашей собаки, там, кобель или сука, неважно, были с документами, что для этого нужно. То есть некоторые вот просидели всю жизнь, ага, у нас какая-то вот бумажка, мы что-то ее не поменяли. То есть вот как бы по этим вопросам легко все объясню. Что связано с выставкой, для чего документы, зачем это надо и так далее. То есть это без вопросов. Дальше по... Дрессировка. 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 Она бывает разная. Вот что вы хотите. Видите, все начинается, опять-таки, начнем с того, что с послушания, вот появился этот маленький комочек, вот мы начинаем детскую дрессировку, потом она переставит в более взрослую, потом, если вам надо, она разветвляется. Вот он пошел в ездовой спорт, вот она пошла в спортивная дрессировка, что там еще есть, цирковая. Нужно посмотреть просто, вот щенок растет, и вы понимаете, ага, я вижу в нем вот это, и мне интересно вот это. Давайте вот это будем с тобой делать. То есть это компаньон, вы смотрите, ага, вот для этого оно не годится. Вот вроде берешь служебную собаку, да, хочешь, чтобы она делала вот так, кусалась вот так. А смотрите, она и щейка получилась, то есть ей неинтересно нюхать. То есть вы хоп и развиваете вот это. Ну то есть это вы уже просто смотрите, для чего ваша собака, для чего вы ее брали, там уже смотрите, что вам нужно. У нас практически времени осталось, поэтому предложение такое. В завершении буквально по два слова. Что считаете важным, нужным, что мы упустили? Важно, все-таки хотела сказать, что наряду с породистыми собаками существуют еще и обычные собаки, которые тоже собаки, и они ничем не хуже, чем породистые. У них есть интеллект, у них есть эмоции, они тоже чувствуют боль, они чувствуют разочарование, когда их бросают, выкидывают. Вот хотелось бы просто обратиться к людям, чтобы как-то улучшить нашу обстановку сейчас по бездомным собакам. То есть нельзя отпускать собак в свободный выгул, допустим. Они попадают в очень неприятные истории, когда остаются просто одиноки на улице. То есть от чего собака у нас отпускается на улицу? Потому что человек считает, что ей скучно, она воет. Она воет не потому, что ей что-то там надо куда-то бежать, ей просто скучно, ей нужно внимание ваше. То есть вот если хотите выгулять собачку, возьмите на поводочек и прогуляйтесь, не будет проблем ни у вас, ни у ваших соседей, ни у детей ваших соседей, и ни у самой собаки. Вот как-то вот так. То есть любое животное, прежде чем завести, неважно, там, кошка, собака, там, хомячок, ему нужно внимание. То есть когда вы заводите детей, вы же понимаете, ага, значит, какое-то время я буду уделять ему, я буду его воспитывать, я буду его обучать, учить, пока он вот не станет самостоятельным. Здесь то же самое, то есть вот взяли щеночка, посадили на цепь, хотите погулять, ну, чтобы оно побегало, да, ну, возьмите его на поводочек, погуляйте, то есть, ну, не выкидывайте его с опытное плавание, он там в беду попадет. Вот, то есть прежде чем завести, либо не заводить совсем, конечно, нет времени, чувствуете, что нет, вам это не надо, там, это нужно каждый день кормить, выгуливать, это если квартира. То есть это, да, общаться обязательно, внимание, то есть тогда проблем не будет. Если же вы не готовы к этому, то лучше вообще не заводить никого, и тем более в свободное плавание никогда не отпускать. Вот такие пожелания. Я полностью солидарна и согласна с Ксенией абсолютно, потому что мне близка и знакома эта тема, да, да, да. Ну, и напоследок просто хотела бы сказать, что есть еще, помимо прочего, всех этих дрессировок, цирковая дрессировка. Очень увлекательная, очень зажигательная, да, если человек азартный, если его собака, у него есть собака, и он хочет как-то реализовать себя и ее, скажем. У собаки есть способности. У собаки есть способности, да, есть очень, можно фристайл танцевать с собаками, да, то есть мы элементы сейчас отрабатываем. Это цирковая дрессировка, то есть умри, упал, отжался, кувырок, это очень увлекательно, и люди, обыватели, которые видят элементарно, что собачка это все делает, они, во-первых, в шоке в хорошем, что, а вау, оказывается, собаки-то такое умеют, оказывается, они умные. Они не только на цепи могут сидеть. Короче, если есть возможность, если есть желание, завели собаку, или просто есть собака уже, приходите, занимайтесь. Для вас кайф, кайф для вашей собаки, собака, человек просто будет тандем, не разлей вода, и хорошо всем будет. Ну и реклама как бы будет этому человеку, что человек занимается своей собакой. Ну что ж, две секунды про выставку, которая будет все-таки в этом году. Да, это первая выставка сертифицированная нашего клуба будет 5 августа у нас в городе. Вот такая же крутая, можно сказать, как в других городах. То есть все будет сертифицировано, да, все будет классно. И приглашаем всех, кто неравнодушен к этому. А ближайшие события у нас 5 февраля будут соревнования по ездовому спорту в Монжироке. Ежегодная эта традиция тоже, Алтай, Ярыш, если я не ошибаюсь. И в завершении еще раз давайте напомним, где вас можно найти тем, кто интересуется собачками. Номер телефона повторять не буду, уговорили? Давайте тогда скажем так, что площадка находится на выезде из Маймы в сторону Карлужки. Район училища 49-го. Район 49-го училища, пожалуйста, приезжайте суббота 11 часов. Но предварительно, если как бы идете первый раз, мало ли там куда-то можем убежать, или что-то не получилось, по погодные условия, или там еще что-то у нас. Лучше позвонить. По тому телефону, в котором... По тому телефону, в котором... Нет, могу сказать 8-923-666-93-78. Успели, записали. Огромное спасибо. Я напоминаю, у нас сегодня были гостями студии Ксения Мукеева, председатель региональной общественной организации Республики Алтай-Клуб собаководов Альфа, и Александра Исаева, кинолог и активист этого же клуба. Спасибо вам огромное, спасибо за такое неравнодушное отношение к братьям нашим меньшим. Желаю вам как можно меньше расстройств в связи с этими делами, и как бы больше положительных эмоций и хороших достижений вашему клубу. Спасибо, что пришли. Вам спасибо, что пригласили. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»